МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Пульс города. Чем живет сегодня Барнаул? Какие события в нем происходят? Явление причины, люди и их поступки. Все самое заметное за месяц в проекте о столице Алтайского края. И вот главные темы очередного выпуска. Комфорт и безопасность. Какие дороги начали ремонтировать в Барнауле? Где построят абсолютно новые? Чтобы не было срывов, какие выявлены нарушения и сколько претензий направил автонадзор перевозчикам общественного транспорта? Для комфорта горожан, сколько дворов благоустроят в краевой столице в этом году? На этой неделе в Барнауле стартовал второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Он продлится до 9 июня и затронет 220 тысяч барнаульцев. Все это время у части жителей по контуру ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 будет ограничено горячее водоснабжение. Это вынужденная мера, она нужна, чтобы своевременно выявить и устранить порывы на тепловых сетях. Так, во время первого этапа опрессовки специалисты обнаружили 166 повреждений. Большая часть из них устранена, работа продолжается. В начале мая в Барнауле приступили к плановому ремонту дорог. На самом старте работы ход проинспектировал глава города Вячеслав Франк. О том, где уже успели устранить дефекты дорожного полотна и проезжей части, расскажем далее. Зима в этом году изрядно потрепала порноульские дороги. Некоторые выбоины, по словам водителей, увеличились настолько, что задевают бамперы. В мэрии на ситуацию отреагировали своевременно и увеличили финансирование ямочного ремонта почти в три раза. Некоторые подрядчики уже приступили к работе. В соответствии с планами по проспекту Ленина мы уже с текущим ремонтом прошли участок до улицы Северо-Западной. Сегодня работаем на улице Молодежной, на улице Попова работаем, по проспекту Социалистическому работаем. Кроме того, также мы прошли по проспекту Красноармейскому, проспект Строителей. Основная сложность, с которой сейчас столкнулись дорожники – переменчивая погода. Для укладки горячего асфальта нужна стабильно положительная температура. Поэтому периодические похолодания и дожди тормозят работу. Однако ремонт со второй недели мая проводится в круглосуточном режиме. Мы сегодня не вышли на тот график, который спланировали. Ночные температуры отрицательные, и мы не успеваем подавать асфальт. Но качество в отрицательной температуре укладка асфальта по ГОСТу запрещено. Поэтому придется на этой неделе график перестраивать. Всего в рамках текущего ремонта в столице края планируют обновить более 100 тысяч квадратных метров. Притом изначально предполагалось, что ремонтных работ будет примерно в полтора раза меньше. Проследить за участками, на которых ведется ремонт, можно на официальном сайте города – barnaul.org. Данил Кузнецов. Специально для программы «Пульс города». Миллиард 300 тысяч рублей в этом году направят на ремонт барнаульских дорог по национальному проекту. На 11 объектах работы идут полным ходом, другие начнут приводить в порядок в ближайшее время. Какие дороги преобразятся, где появятся абсолютно новые, и по какому принципу объекты включают в нацпроект? Моей коллеге рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Каким же дорогам Барнаула повезло в этом году попасть в нацпроект? У нас будут построены, реконструированы и отремонтированы 20 участков дорог. Хотелось бы, конечно, отметить наиболее важные для города и для жителей. Если взять микрорайон «Дружный», то это знаковое строительство двух дорог в рамках проекта. Это дорога «65 лет победы» от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта, улица «280-летие Барнаула», от улицы «65 лет победы» до улицы «Попова». Конечно же, хотелось бы сказать о таких улицах, как улица «Северо-Западная» и проспект «Энергетиков». Это улицы магистральные, социально значимые, по которым проходит и общественный транспорт, и достаточно серьезный дорожный трафик проходит по этим участкам. Где еще у нас абсолютно новые дороги появятся? «65 лет победы» от Сергея Семенова до Павловского тракта, новая дорога, которая уже сейчас строится, улица «280-летие Барнаула», улица «65 лет победы» до улицы «Попова». Новый участок дороги построен, один участок ведется строительство, второй новый будет построен. По какому принципу объекты включают именно в национальный проект? «Один из основных показателей на включение в эту программу является то, что дорога должна не соответствовать нормативным требованиям. У нас два раза в год проводится обследование уличнодорожной сети в весеннее и в осеннее время. Составляется перечень этих дорог. Приоритет, конечно, отдается тем дорогам, по которым проходит магистральное движение, где проходит общественный транспорт. Ну и, конечно же, те дороги, которые у нас ведут к социально значимым объектам. А вот если посмотреть с точки зрения самого объекта, это хорошо, если он попал в национальный проект? То есть финансирование в данном случае может быть больше, чем если это, допустим, по программе краевого уровня, муниципального ремонта? Там более емкие и трудозатратные проводятся работы. Это фрезерование полностью верхнего покрытия асфальтобетона, это как минимум вкладка выравнивающего слоя, восстановление либо устройства бордюр и поребрик, это ремонт либо устройства тротуара, это восстановление благоустройства, это нанесение разметки, это установка новых дорожных знаков. То есть если мы говорим про работы, которые в рамках проекта проводятся, то это более объемные и капиталоемкие вложения. И после этого дорога попадает на гарантию подрядной организации в течение от 4 до 7 лет. В зависимости от видов работ подрядчик несет гарантийные обязательства перед городом за состояние этой дороги. Новые долгожданные автобусы большой вместимости марки КАМАЗ в начале мая вышли на маршрут номер один. Барнаульцы давно просили возобновить движение единицы, впрочем, как и десятки. Нехватка автобусов – одна из самых актуальных городских проблем последнего времени. Но вот случилось. Единица вышла на маршрут, скоро обещают запустить и десятку. Обслуживать маршруты будет муниципальный горлектротранс. Мнение пассажиров, водителей и руководства предприятия о новых автобусах и возобновлении движения по маршрутам выслушала наша съемочная группа. Я первым кругом поехал сегодня. У нас в 6.30 с Балтийской крепости перу. И прям народ уже знает, видимо, смотрел где-то новости. И прям заходит, прям мы увезли почти что полный автобус на Спартак-2. Люди не просто ждали новые автобусы. Они давно просили обновить городской пассажирский автопарк и увеличить количество выходящего на дороге транспорта. Просили также вернуть популярные маршруты. К таковым, кстати, относятся и единица, и десятка. Еще в феврале 41 автобус большой вместимости прибыл в Барнаул. Их приобрели по решению губернатора. Часть в апреле прошли обкаку, и сегодня маршрут номер один возобновил движение. Я еще не услышала, думаю, ну замечательно. Невыносимо уехать очень. Если добавятся новые, то прекрасно будет. Прекрасно. Они еще новые, современные, такие хорошие автобусы. Десятый замечательный. Обязательно нужно возобновлять, потому что раньше мы на нем ездили без проблем. Вот он у нас как раз там проходит, и сюда приезжает без пересадок. А сейчас, конечно, они хорошие, они удобные. Если пойдут, хорошо. Мы прям будем рады. Десятку надо пускать. Ездили очень-очень редко, единицы, десятки. Выходные дни вот эти вообще не было, не ходили. Но вы сейчас уже пускают новые, что скажете? Очень рады будем. Довольны, конечно. Новый автобус, новая радость. Игорь, водитель с 20-летним стажем, впервые получил для работы новый автобус. Раньше доставались исключительно подержанные. На старом предприятии его «Мерседес» 90-х годов ломался регулярно. Хотя машина отличная, но возраст давал о себе знать. Рассчитывает, что новые «Камазы» тоже долго прослужат. Ну, я думаю, что 10-то лет точно проездит. Как бы не должен он, что он там сгнить. У него как бы все поблицовка, все пластиковое. Этот автобус, конечно, новый. Он отличается и комфортностью повышенной, и плавностью хода, мягкостью. Ну, мне он понравился очень сильно. Я когда на него сел, прям с удовольствием, думаю, буду работать. В город «Электротранс» Игорь пришел в апреле отчастника. Говорит, предложили хорошие условия. Впрочем, новых водителей здесь уже приняли 17 человек. И ждут, что люди еще придут. У нас белая зарплата, все, построена вся работа на федеральном законодательстве. Значит, мы гарантированно отпускаем в отпуска на больничные листы, ну, то есть полностью государственная деятельность. Ну и второе, да, мы для водителя автобуса зарплату установили 80 тысяч рублей. Водителей продолжают набирать. Напомню, что новые автобусы оснащены современным оборудованием, к примеру, кондиционерами. У людей также есть возможность зарядить телефоны. Специальная кнопка позволяет человеку с ограниченными возможностями дать сигнал водителю, чтобы тот принял меры для высадки и посадки таких пассажиров. Отметим, что маршрут единицы немного подкорректировали. Для удобства населения автобус заезжает и в новые микрорайоны. Так что уехать барнаульцам теперь стало немного проще. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Специально для программы «Пульс города». 16 претензий направили перевозчикам Барнаула за разного рода нарушения. Таковы итоги рейда проверки общественного транспорта. Его провел комитет по дорожному хозяйству совместно с госавтоинспекцией, автодорожным надзором и депутатами. Какие маршруты проверяли и насколько серьезные выявили нарушения, смотрите в следующем сюжете. В Краевой столице проводят рейд по проверке общественного транспорта. Автобусы смотрят на предмет соблюдения санитарно-технических требований и наличие документации у водителей. Под проверку попали маршруты номер 1, 20, 27, 60 и 118. Проверено более 10 автобусов. Есть замечания, как и по санитарному состоянию, некоторые замечания по документации. Все будет передано перевозчикам в претензионной форме с требованием устранить. Кроме того, отдельно будет проведен анализ срывов расписания. Это делается на еженедельной основе комитетом. И также будет проведена с перевозчиками претензионная работа. Всего по итогам рейда в адрес перевозчиков направили 16 претензий. Однако грубых нарушений, которые бы запрещали эксплуатацию транспорта, не выявили. Есть у нас, так скажем, еще перевозчики, которые выпускают на линию с нарушением проведения контроля технического состояния транспортного средства. А именно, вот 118 маршрут был выпущен на линию с датой просроченной и с незаряженным огнетушителем. Ну, встречаются, конечно, нарушения и другие по экипировке. Но в целом карта маршрута имеется, путевой лист оформлен. То есть все соответствует требованиям. Всего в городе работает 79 маршрутов общественного транспорта. Из них 11 электротранспорта и 68 автобусных. Причем подвижной состав постоянно обновляется. Мы сегодня находимся на фоне нового автобуса, который уже две недели как обслуживает первый маршрут. Естественно, здесь никаких нареканий нет, замечаний и можно только радоваться. Добавим, рейды по проверке общественного транспорта продолжатся и будут проходить регулярно. Юлия Щепина специально для программы «Пульс города». В Барнауле увеличилось число дворов, которые в этом году отремонтируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году планируют благоустроить 39 дворовых территорий в краевой столице. Как проходят работы, проверяли городские власти. На энтузиастов 13. Ремонт начали еще в 20-х числах мая. Демонтировали старые бордюры, сформировали тротуарные дорожки, провели асфальтирование. Во дворе дома скоро оборудуют игровую площадку. Подрядчик уже известный – ООО «Паттай». Власти в нем уверены – работы обойдутся в 4 миллиона рублей, 200 тысяч собрали сами собственники. В перспективе завершить Ленинский район в ближайшие 3-4 недели, перейти плотно в индустриальный район. Сроки, как всегда, соответственно, закончить до холодов. Количество дуров, которое в этом году сложилось меньше, нам позволит, скорее всего, закончить это все раньше. Я думаю, что мы к концу сентября закончим. Двор на Георгиева, 14, тоже попал в список на ремонт. Был, так сказать, в резерве. Часть территорий по соседству уже благоустроены, часть будут ремонтировать в этом году. Для того, чтобы этот мини-квартал замкнуть и привести его в порядок, глава района, депутаты, которые избирались по этому округу, жители, вышли с инициативой, чтобы этот двор был включен в программу. Поэтому такое решение мы сегодня принимаем. Мы благодарны. Я от себя благодарю их и от жителей нашего дома, что нас включили в программу. Так как мы долго очень стоим, уже три года стояли, но теперь мы очень рады. И спасибо им большое, что обратили внимание на наш дом. Двор по Георгиеву, 14, а дома уже 50 лет, преобразится серьезно. Тротуар и парковка, новый асфальт, скамейки. Жители довольны. Напомним, масштабное благоустройство дворов в Барнауле началось в 2017 году с реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С тех пор уже отремонтировано 529 дворовых территорий. Около миллиарда составляют федеральные средства. Остальные почти полмиллиона из бюджета региона и города. Жители тоже внесли свою существенную лепту. 70 миллионов рублей вложено в благоустройство собственных дворов. В этом году на ремонт 39 территорий выделено 207 миллионов рублей. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». 3,5 тысячи новых деревьев появилось в Барнауле за время проведения всероссийской акции «Сад памяти». Она проходит уже четвертый год в память о погибших в Великой Отечественной. В конце мая на бульваре защитников Сталинграда в краевой столице «Молодые сосны» высадили представители городской власти. Подробнее далее. У Галины Буевич, председателя Барнауской городской думы, в Великую Отечественную погиб дедушка. Посадка сосен, ее личная дань памяти ему и миллионам других россиян, погибших в той войне. Уже решила, что скоро приведет сюда внука, так как уверена, связь поколений важна. «Вот эту акцию «Сад памяти» инициаторами стали волонтеры Победы и подхватили ее по всей стране. Это действительно такая народная акция, это желание, это движение нашей души. Очень надеемся, что все последующие поколения барнаульцев, приходя сюда на мемориал напротив, будут помнить, кто принес эту победу». Всего за четыре года проведения акции «Сад памяти» в Барнауле высадили 3,5 тысячи деревьев и кустарников. Озеленять город продолжат и в рамках других акций и проектов. Еще две тысячи зеленых насаждений появятся в городских кварталах в 2024 году. «В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет произведена высадка около 400 деревьев и кустарников. На объектах строительства в микрорайоне «Дружный» такие улицы будут строиться, как «65 лет Победы». Улица 280-летия Барнаула и улица Сергея Семенова. Порядка 200 деревьев появятся в парках города в рамках проекта «Жилье и городская среда». Еще полторы тысячи высадят сотрудники муниципального предприятия по благоустройству и озеленению. Ну а что касается акции «Сад памяти», то только в этом году во время ее проведения город пополнит 500 саженцев, деревьев и кустарников. Ну а на бульваре защитников Отечества появилось 5 молоденьких сосен. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». Выставка-ярмарка «Выбирай свое» приуроченная к Дню российского предпринимательства прошла в мае в Барнауле. Гастрономическое разнообразие, травы, чаи, косметику и не только барнаульцам представили местные товаропроизводители. Какими впечатлениями делились гости мероприятия? Смотрите далее. Попробовать шашлык, азиатский плов, молочную продукцию, попить чай с бальзамом или приобрести плетеную корзинку – это и многое другое барнаульцы и гости города могли сделать на ярмарке местных товаропроизводителей «Выбирай свое». Вот пряник взяли, коньяко, печенье. Нравится вот эта фирма. Вот она в основном на ярмарках, магазина сильно нет. На ярмарках приобретаем печенье у них. Набрала продуктов, каких мне надо. То есть все меня устраивает. Люблю весело, людям хорошо, должны люди общаться. Хорошая ярмарка, алтайские товары представлены. Покупаем алтайское, как патриоты края. Покупаем, пьем, отдыхаем на Алтае, все делаем на Алтае. И любим Алтай. Участие в мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства, приняли более 30 барнаульских предприятий. Именно на таких ярмарках многие производители представляют новинки своей продукции. Мероприятие очень полезное и важное. Мы традиционно в нем принимаем участие. Мы сюда привозим свою продукцию, чтобы люди могли попробовать ее. Ну, есть и у производителя они могут это сделать. Нам очень нравится, что все здесь собираются ради того, чтобы посмотреть свое алтайское. Потому что алтайское на самом деле очень ценное, очень важное. И наша задача это алтайское показывать самым лучшим образом. Кроме того, гостей развлекали творческие коллективы города. Для самых маленьких провели анимационную программу. А везунчики получили подарки на розыгрыше. Мероприятие организовал комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города. У нас на территории города Барнаула более 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В сфере предпринимательства у нас сегодня трудится более 143 тысяч граждан города Барнаула. Конечно, рычаги имеются разные. Как бы и у нас на уровне администрации алтайского края. Очень много федеральных поддержек, также местных поддержек. Очень много грантов предоставляется сегодня. И на покупку оборудования, и льготное кредитование. И также всякие информационные поддержки мы оказываем. Отметим, с каждым годом количество предприятий, которые радуют жителей города своей продукцией, увеличивается. В принципе, знакомые бренды. Очень здорово, что ты их видишь в жизни, в обычной. Но не понимаешь, что это алтайская. Когда сюда приходишь, гордость берет. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. Специально для программы «Пульс города». А на этом у меня все новости. Будьте в курсе событий краевой столицы и держите руку на пульсе города. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова